здравствуйте уважаемые участники нашей встречи прежде всего папа-мама день защиты детей очень правильный праздник да в наше время нужно защищать детей но очень важно для каждого из родителей это их обязанность и для врачей тоже обязанность защищать детей от болезни поэтому тема нашей пробиотики на защите здоровья она касается очень важной темы которая к сожалению в медицине и в педиатрии в том числе еще недостаточно широко и объемно освещается я работаю по этой теме шестой год и последние два года часто проводятся лекции встречи вебинары для педиатра в том числе и для многих из них важные факты которые касаются от этой темы пробиотики на защите здоровья детей оказываются полезной новой информации несмотря на большой практический стаж работы пробиотики как вы знаете это полезные бактерии в определенной форме поступившие уже в капсулу и в кишечнике зачем нужно думать о здоровье микробиота кишечника вот это очень важный момент о котором нужно рассказывать еще в школе потому что современные научные данные говорят о том что микробиота кишечника это отдельный орган очень важно выполняющий массу необходимых жизненно важных функций ну чтобы самое главное запомнить я называю пять основных функций микробиота кишечника и первая из них наиболее важна иммуногенная функция среднем 70 процентов активности иммунной системы врачи иммунологи микробиологи относят к активности микробиота кишечника то есть это база это основа иммунитета всего организма вторая важнейшая функция детоксикация работа по очищению организма от вредных компонентов внутреннего либо внешнего происхождения экзо либо эндогенного характера равна по объему по активности здоровой печени то есть можно сказать у нас есть одна специальная печень вы знаете где она находится в правом подвеберье немножко слева и микробиота работает аналогично выполняя функцию защиты организма токсинов конечно же третья функция пищеварение завершение процесса переработки и белков и углеводов и жиров в том числе холестерина также важнейшая функция это синтез синтетическая функция прежде всего витамины группы b в том числе и b12 и очень важная функция регуляторная прежде всего эта связь называется ось кишечник головной мозг потому что метаболизм важнейших веществ нейромедиаторов регулирующих функцию головного мозга и у детей и у взрослых выполняется такими компаниями веществами как серотонин дофамин гамма-аминомасляная кислота адреналин норадреналин и так далее и все эти важнейшие нейромедиаторы в своем цикле метаболизма проходят через микробиоты поэтому используется термин психобиотики вот эти важнейшие функции микробиоты только основные уже говорят о том что нужно думать о здоровье микробиоты поддерживать ее нормальное состояние профилактировать нарушения либо реабилитировать восстанавливать пробиотическую нормальную картину в нашем кишечнике следует отметить что проблема имеет условно говоря два направления первое то что мы называем дисбиоз дисбактериоз накасается состояние активности микробиоты толстого кишечника но существует еще одна проблема которая называется синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике об этой проблеме касаясь детей мы тоже поговорим это нарушение состава микробиоты в тонком кишечнике не самое проблемное но все-таки довольно часто встречается как сопутствующие различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта и у детей и у взрослых вот интересная книга зарубежный автор и он четко говорит что главное событие для посева микробиома малыша это период родов и когда ребенок идет естественным путем через естественные родовые пути вагинальные роды как говорят медики первую порцию полезных бактерий для пищеварения мы с вами получаем с околоплодными водами еще нос в атмосферу не вышел мы еще первый вдох не сделали а уже необходимые полезные микробы для пищеварения получаем находясь еще внутри организма мамы и поэтому считается что забота о микробиоме будущего ребенка должна начинаться еще с периода беременности и если мамы следят за своим здоровьем по необходимости по показаниям и профилактически применяют полезные препараты пробиотического плана у нас есть такой ведобиотик это хорошая поддержка формирование микробиома уже у ребенка есть эта закладка микробиома ребенка как говорит харм если же возникает ситуация она все чаще встречается это кесарево сечения рода неестественным оперативным путем то нарушается естественный ход формирования микробиомы и дети уже попадают неизбежно в группу риска прежде всего потому что замедляется формирование иммунной активности микробиом и если говорить о массовых проблемах буквально вот недавно 30 мая был всемирный день борьбы с астмой и аллергией то например в исследовании дисбактериоза кишечника у детей а здесь у нас будут ссылки только на достоверные медицинские источники показано что атопический дерматит крапивница бронхиальная астма дисбактериоз кишечника у детей минимум 77 процентов а то и до 100 в разных исследованиях и наиболее важные проблемы дефицита это дефицит лактабифидобактерий избыточный рост золотистого стафилококка у нас было подобное исследование на кафедре педиатрии и проще нежелательные изменения микробиомы кишечника в связи с этим нарушается формирование иммунного ответа вырабатывается иммуноглобулины класса е что является одним из условий формирования аллергических реакций и также исследования российские современные говорят о том что развитие многих аллергических заболеваний особенно у детей протекает на фоне изменения состава нормальной микрофлоры кишечника и пожалуйста дерматит экзема крапивница морская масса пищевая аллергия протекает параллельно с дисбактериозом кишечника то есть причина патологии она на уровне кишечника а проявление совершенно других участках нашего организма и доказанные результаты которые публикуются в российской и зарубежной медицинской литературе о том что рациональные схемы лечения например атопического дерматита требует восстановление нормальной микрофлоры кишечника и необходимо применять пробиотики для того чтобы полностью уменьшить развитие и прогрессирование аллергической патологии это и лечебный эффект и профилактический проблема пищеварения заболеваний органов пищеварения у детей носит массовый характер это связано со многими факторами в частности из неоптимальным формированием питания детей в школах лицеях и так далее но вот статистика по москве естественно в россии не лучше что с 1 по 11 класс количество функциональных нарушений функции жкт уменьшается но при этом увеличивается количество уже хронических заболеваний то есть концу 10 11 класса уже значительно вырастает число детей имеющих хроническую патологию органов пищеварения и как известно практически всегда при хронической патологии органов пищеварения постепенно формируется дисбиоз в толстом кишечнике что создает дополнительные проблемы для лечения этих заболеваний и восстановления хорошего здоровья ребенка запоры если традиционно многие считают что запоры это удел стариков то на самом деле как говорит медицинская статистика частота запоров у детей до 25 процентов и а есть такое понятие функциональные запоры 84 процента детей 33 процента из-за этого имеют уже отклонения в поведении поведенческие отклонения у детей с избыточной массой тела и ожирением изменение микробиоты почти 100 процентов дисбиоз 2 3 вот проблема функциональные запора она особенно ярко проявляется в двух ситуациях это как говорят педиаты перед приобщение горшку и две уже ситуации социального характера когда ребенок начинает посещать детский сад и 1 2 класс школы но если эти проблемы мы своевременно не решим а у нас есть фитализат бэби для решения этих проблем то приходится уже серьезно лечение проводить в том числе с участием психотерапевта но что-то проблема для ребенка ну существенная и хронические заболевания органов пищеварения на график статистику мы только что смотрели это очень часто воспалительные заболевания желудка двенадцатиперстной кишки в том числе и проблемы связанные с хеликобактер и не только с ей поэтому помимо специального терапии на функцию желудка кишечника желчного пузыря и специальной диеты обязательно необходимо принимать пробиотические нутрицептики это конкретная рекомендация из клинической диетологии детского возраста наше российское издание вот важнейшая функция которой мы говорили вначале что это иммуногенная функция значение микробиота кишечника для иммунной системы всего организма показано что пробиотики оказывают иммуно-регулирующие действия поэтому они необходимы и следует применять при лечении хронических инфекций или под хеликобактер пилори это бактерия которая живет в желудке создает много проблем вплоть до язвенной проблемы лимблиоз пищевая аллергия воспалительные заболевания кишечника и часто длительно болеющие дети такое исследование мы проводили по часто болеющим детям о нем поговорим и к сожалению воспалительные заболевания кишечника становятся все более частой патологии у детей и поэтому в рекомендациях педиатров в санкт-петербург мы с ними одну интересную работу проводили где описывается задачи современные принципы выбора пробиотиков четко говорится о том что пробиотики необходимы в лечении воспалительных заболеваний кишечника у детей в том числе потому что любое воспаление это дисбиоз это повышенная проницаемость кишечника и высокий риск а точнее высокая стопроцентная вероятность когда токсины при воспалении проходят через кишечную стенку в кровь формируется эндотоксимия вот сыгром избыточного бактериального роста который мы в самом начале упоминали когда нарушается структура и активность полезные микробиоты в тонком кишечнике этот синдром у детей с диспепсией диспепсия знаете жидкий стул проще говоря понос 63 процента а хронический гастродиуденит который очень часто встречается у детей 41 процент плюс еще здесь и синдром раздраженного кишечника лямблии разнообразные нарушения тонкой кишки и так далее и так далее это все требует коррекции микробиоты с участием пробиотиков капсульного варианта либо наши жидкие ну в частности например фитализат антипаразитарные интересные позиции мы о ней поговорим если говорить о том если нет дисбактериоз дисбактериоз он есть но это не диагноз а клиника лабораторный синдром но как показывает исследование как отражено в официальном документе российском по этой теме заболевания которые связаны ассоциированы с дисбактериозом у детей в том числе практически все заболевания органов пищеварения вы видите этот список включая панкреатит и воспалительные заболевания почему потому что если слабый иммунитет то эти заболевания очень тяжело протекает их трудно лечить даже сильными антибиотиками ему на патологические аллергические реакции в том числе аллергический ренит вторичный монодефицит частые простудные заболевания являются проявлением вторичного иммунодефицита ну заработанного в какой-то период жизни потому что есть первичный иммунодефицит который выявляется и проявляется уже с первых дней из первых месяцев жизни их не так уж много детей у нас в россии может быть 10 тысяч я сейчас статистику не помню а вторичный иммунодефицит это как раз часто болеющие дети мы поскольку микробиоты участвуют в метаболизме то болезни связанные с нарушением метаболизма тоже относятся проявлением дисбактериоза кишечника дисбактериоз кишечника у детей это наше исследование российское публиковано в открытом доступе в том числе лактазная недостаточность гепатиты дефицитные состояния в том числе рахит ну и ожирение которого с каждым годом не меньше больше и вот здесь я бы еще один момент отметил то что у нас существенно сейчас возрастает количество детей с сахарным диабетом об этом не педиатры говорят и у них потом со времени тоже формируется дефицитное состояние по микробиоте кишечника кишечника инфекции массовая проблема счет идет на сотни тысяч по россии и одно из направлений терапии острых кишечных инфекций использование пробиотиков потому что если мы не восстановим микробиоту то последствия кишечных инфекций формируется и дисбиоз и хроническое воспаление кишечника воспалительный процесс кишечники даже после того как мой возбудитель микрополивирус уничтожили он не прекращается поддерживается дисбактериозом дисбаланса ферментов аллергическими реакциями поэтому как говорят специалисты это те же пособие для педиатров коррекция микрофлора кишечника необходимо для того чтобы полностью завершить успешно лечение воспалительного процесса поэтому если даже нашего ребенка у малыша подростка после диареи приема антибиотиков и так далее вроде бы животом все успокоилось еще минимум две недели а лучший месяц проводить профилактические курсы реабилитации недавно была конференция по реабилитации меда инвестиции мы там участвовали и там прозвучал термин который я озвучил со мной согласились что пробиотическая реабилитация то есть реабилитация может быть например для печени для легких но поскольку микробиота является отдельным органам имея свои параметры оптимальной микрофлоры то мы проводим именно пробиотическую реабилитацию которая косвенно вторично даст хороший эффект на слабые органы и системы есть отдельный от рисовой стандарт по протоколу ведения дисбактериоза здесь отмечены важные компоненты по выбору пробиотика в том числе у детей что прежде всего очень важно использовать бифидобактерии как наиболее важный для восстановления микробиоты и требуется прием препаратов которые содержат не монокомпонентной пробиотики а сочетание бифида и лактобактерии это более оптимальный вариант решения проблем нарушения микробиоты и ее восстановление в том числе отмечается что курсы могут быть если легкий курс не тяжелая инфекция кишечная 5-7 дней а если хроническая патология дисбактериоз кишечника то может быть две-три недели скорее всего месяц мы об этом поговорим дальше и доказана эффективность пробиотиков у детей при внекишечной патологии обратите внимание респираторные инфекции вирусные гепатиты в том числе новорожденные сахарный диабет полтора месяца аллергогерматиты 1-3 недели но я всегда говорю что 1-2 недели это косметический ремонт хороший подход оптимальный подход ответственный подход защите здоровья ребенка это курс не менее месяца и это показал одно из наших новосибирских исследований вот это исследование которое опять же опубликовано в открытом доступе журнал вопросы детской диетологии наш на сибирский медуниститет использовал проводил это исследование эффект от пробиотиков постепенный для восстановления показателей всех звеньев иммунитета 30 дней однако апсула в день 30 дней это хороший нормальный качественный курс реабилитации восстановления в том числе оказалось что улучшается усвоение йода и структура щитовидной железы три трехнедельных курса и очень важный момент а мы знаем что сейчас все таки уже довольно остро стоит тема которую называют особенные дети это дцп аутизм и так далее синдром дефицита внимания гиперактивности сдвг синдром нормализация психоэмоционального благополучия и когнитивных то есть мыслительных умственных способностей у детей два месяца исчезает высокий уровень тревожности в два раза повышается уровень памяти эффект стабилизировался минимум на полгода это как раз отражает то что нормальная микробиота либо курс пробиотиков активно участвуют в стабилизации восстановление нормальной функции опаление ось кишечник головной мозг и метаболизма нейромедиаторов тот эффект который мы обозначаем психобиотики и мы работаем с этой темой мы это фирма веда генетика проект веда биотика мы работаем но уже шестой год по этой теме не первый с кого мы начали веда биотик препарат капсульного плана капсула кислота устойчивая что очень важно она растворяется только в толстом кишечнике поэтому даже в один день с антибиотика можно и нужно принимать и дает возможность восстановить нормальную микрофлору подавить условно-патогенную которая разрастается если полезной флоры мало здесь у нас лактобактерии бифидобактерии это как говорят консорциум союз сообщества которые позволяют как раз ответить решить задачи восстановления микробиота убрать дисбиоз убрать воспаление в кишечнике одна капсула в день хорошо в крайнем случае может быть две если тяжелая диарея на фоне например той же ротовирусной инфекции либо дизентерия следующий интересный наш капсульный вариант который важен не только как пробиотик для пищеварения но и название само по себе уже говорит за себя иммунобиотик это наша так говорят инновация ноу-хау когда сочетается им рецепт из полезных бактерий пробиотиков и добавляются необходимые компоненты для решения конкретных задач в частности вот поддержка иммунной системы при вторичных иммунодефицитах в том числе по ковиду и по другим нежелательным компонентам но здесь в чем особенность вот почему называется фитобиотики 10 полезных штаммов бифидолактобактерии это значит микробиота восстанавливается и сохраняется активность и добавлены важные компоненты которые решают определенные задачи цинк это поддержка активности иммунной системы и улучшение работы своего инсулина витамин d3 дефицит практически у всех на нашей территории здесь до нас небольшая доза 120 ме международных единиц для компенсата скрытого дефицита и гидроксикоричные кислоты эзохиноцеи они важны для улучшения углеводного обмена опять же это выход на диабет и улучшение переносимости гипоксии типа устрогипоксии ну например как то инфаркте бывает поэтому он может быть более полезен там где уже имеются метаболические нарушения а детей с избыточной массой тела более чем достаточно и клиническим ожирением а при клиническом ожирении 50 процентов до 50 процентов витамина d растворяется и оседает лежит мертвым грузом жировой ткани потому что он жирорастворимый получается вроде бы мой ребенку достаточно компонентов с витамином d в пищи далее а дефицит все равно скрыт и остается поэтому здесь у нас введена вот такая небольшая позиция и препарат работает хорошо и как компенсация вот этих вторичных иммунных дефицитов и как компенсация возможных нарушений углеводного обмена в том числе при избыточной массе тела и ожирении у детей вторая линия наиболее интересная для педиатрической практике наиболее скажем так продвинутая и мы единственные в россии и может быть одни из немногих мире кто развивает вот это направление эта работа с микробиоты в другом формате это программа называется лизата или метабиотики что происходит в первом случае когда мы используем капсульный препарат мы берем бактерию проверили афилизацию сушку подсушили ее бактерия вошла в анабиоз уснула как медведь в берлоге мы ее в капсулу как в посылку она уходит в толстый кишечник и только там растворяется и бактерии начинают работать в толстом кишечнике если мы начинаем работать с препаратами по линии лизатов но это наш любимый фитализат baby например мы берем те же бактерии но бактерии обрабатываем другим способом есть специальные вещества вы знаете ферменты они могут разрушать определенные бактерии происходит разрушение лизис почему называется лиза не надо их лизать как я на одной лекции родителям рассказывал получается жидкая форма раствор водный не спиртовый поэтому лизаты по международным стандартам безопасны стопроцентно их можно рекомендовать и грудничкам и беременным женщинам и кормящим мамам и для того чтобы усилить эффект лизатов на микробиоту мы дополняем определенные рецепты фиторецепты поэтому наша продукция называется фиторизаты есть блок лизатов переработанные бактерии бифидобактерии лактобактерии пропионово кислобактерии и во всех препаратах лизатах одна и та же композиция лизатов на добавленные специальные фиторецепты которые позволяют уже усилить полезный эффект не только на микробиоту но на ослабленный орган либо систему поэтому кардио антипаразитарный печеночный гастролор беби они имеют свою специфику вот обращаю ваше внимание что это жидкая форма она не боится соляной кислоты и принимается обычно лизатые минут за 20 до еды но уже начинает работать на уровне и желудка и тонкого кишечника и толстый кишечник как позволяю как пишут специалисты кислота устойчивость позволяющая 95 97 процентов метабиотиков попадать в толстый кишечник не измененном виде метабиотикам второе название препарата аналогичный лизату два термина используется в научной медицине и очень легко дозировать по ситуации но что важно что лизаты бактерии имеют очень важные компоненты очень важные эффекты в своем действии лизаты бактерии прежде всего усиливают поддерживают высокую активность иммунитета на уровне слизистой кишечника поэтому их называют тренажер иммунитета что позволяет хорошо убирать воспалительные явления на слизистой желудке тонкого и толстого кишечника и лизаты бактерий лизаты бактерии они еще оказывают эффект который мы в медицине называем пребиотики они улучшают рост развития бактерий которые еще остались в кишечнике например после инфекции либо в два-три раза увеличивает рост активность бактерий которые падут в капсуле поэтому лизаты могут идти как мона профилактика монотерапия либо в комбинации с капсульными препаратами прекрасно работает первый наш продукт в этой линии фитализат гастро гастро уже понятно для желудочно-кишечного тракта и желудок и тонкий кишечник и толстый кишечник и растения которые крайне важны для нормализации всей системы пищеварения а вспомните сколько детей выходит в в одиннадцатом классе уже с хроническими заболеваниями это фенхель алоэ куркума и имбирь бадан подорожник ромашка в лепиха переносится хорошо принимается за 20 минут до еды может быть два три раза курс лучше месяц и профилактические если есть хроническая патология это раз в квартал один месяц ну и особенно в летний период когда куда-то переезжаем меняется характер питания тоже вода организм тоже реагирует на качество воды здесь лучше всегда иметь при себе ну и даже на дачу поехали пусть лежит мало ли что какой-то дискомфорт не дай бог пищевое отравление два-три раза в день явно улучшение наступает уже на второй третьей пробе фитализат бэби из названия уже понятно для кого он более всего важен ну и мы говорили о проблеме функционального запора поэтому фитализат бэби полезен для коррекции нормализации сохранения полезной флоры малыш не не только у тех у кого колики и для тех кто пришел в мир через кесарево сечение и полезен для детей когда высокий риск функциональных запоров как мы говорили период при учении горшку начала посещения детского сада и начала посещения школы но для малышей может быть две-три недели уже достаточно школьникам лучший месяц вкус приятный поскольку фенхель вы знаете и фенхель это такой мягкий сладенький вкус и вот кстати исследование где фитализат бэби показал себя с лучшей стороны мы говорили о том что имеется проблема которую врачи называют вторичные иммунодефициты а чаще определяем что это часто болеющие дети кафедра профидевтики детских болезней нашего медуниститета по нашему совместному проекту провела интересную работу взяли 17 детей из гимназии это значит социально благополучные семьи с питанием там все достаточно хорошо эта группа часто болеющих детей второй класс до 9 лет но мы провели интересные исследования проводим пациент тестирование микробиота кишечника например дальше посмотрим потом проводим курс реабилитации пробиотической и повторный анализ пациент микробиота кишечника у каждого из детей если изначально было показано что достаточно выраженные нарушения микробиота у детей в самых разных позициях это и шерихиаколии и бактероиды бифидобактерии лактобактерии на снижении в том числе были отмечены нежелательные гости в кишечнике это золотистый стафилококк и кандида грибок избыточный бактериальный рост то что о чем мы говорили синдром избыточного бактериального роста и анаромный дисбаланс это очень грубое нарушение в составе о структуре нормальной микробиоты в течение трех недель дети принимали одну капсулу ведобиотика и две дозы нашего любимого фитализата бэби часто болеющие дети на минимальных дозах через три недели повторный курс ПЦР микробиоты кишечника и было показано что в среднем на 54% явное улучшение нормализация состава микробиоты у остальных явное улучшение в том числе очень сложный был ребенок мы посмотрим его слайд у которого был золотистый стафилококк оказалось что после курса вот этих препаратов не антибактериальных золотистый стафилококк исчез потому что нормальная микрофлора если мы ее восстановим она подавляет патогенную флору ну и грибы кандида тоже ушли и вот пример этого мальчика которому ну мы за него порадовались вот Илья Венисов слева первый анализ ну тут цифры специфические поэтому просто красным я выделил лактобацил меньше нормы эшерехия патогенные значительно больше нормы и золотистый стафилококк гораздо больше чем допустимо повышенное количество бактерий стафилококкус аураус три недели курса лактобацилы улучшились эшерехии вошли в норму то есть патогены нет кишечной палочки и соответствующие на возрастной норме количество бактерий стафилококка аураус то есть там осталось минимум который допустим не опасный для здоровья особенные дети особенные дети имеют проблему не только психоневрологического плана имеют проблемы телесного соматического здоровья в том числе связанные с нарушением нормального состояния кишечника и с дисбактериозом у детей с расстройствами аутистического спектра наблюдается синдром избыточной повышенной кишечной проницаемости синдром дырявой кишки как говорят литературно не медицинские увеличивается проницаемость стенок кишечника в кровь выходят вредные токсины это негативно сказывается на работе всего организма в том числе и мозга поэтому если думать о комплексной реабилитации ребенка с этим состоянием я всегда говорю что наша задача лечить не диагноз а проводить полноценную реабилитацию то пробиотики здесь вполне необходимы с учетом их влияния на метаболизм нейромедиаторов если церебральный паралич как правило пишут что распространенность патологии ЗКТ у детей с ДЦП порядка семидесяти процентов нарушение нутритивного статуса то есть это метаболизм в среднем половина детей и возникают проблемы которые связаны в том числе и с развитием запора и важный принцип лечения запоров не только нормализация структуры и режима питания но и применение пробиотиков и очень важно что применение пробиотиков позволяет компенсировать скрытый дефицит витаминов поскольку например витамины группы В о чем мы говорили микробиоты активно участвуют в их синтезе и такие важные компоненты как кальций и витамин Д их усвоение в кишечнике тоже связано с нормальной работой микробиоты поскольку она определяет кислотность паш кишечного содержимого есть этот параметр в оптимальном состоянии все что нужно хорошо всасывается из кишечника если паш кишечного содержимого не оптимальный то даже большие дозы того же витамина Д и необходимого кальция недостаточно всасывается возникает скрытый но хронический дефицит препарат который является одним из наших свежих препаратов фитолизат печеночный фитолизат печеночный который содержит лизаты бактерий они полезны для иммуногенной функции и пробиотического эффекта на флору но и хороший фиторецепт это и алоэ и артишок бессмертник гудучий кориандр расторопший репешок солянка чем он важен тем что такая массовая проблема как дискинезия желчевыводящих путей у детей встречается не редко не говоря про лимблиоз и если говорить о статистике по гастроэнтерологии то в среднем порядка десяти процентов детей имеющих хроническую патологию ЖКТ имеют проблемы с желчным пузырем но если кто-то думает что это только желчный пузырь нет если формируется хронический холецистит на фоне дискинезии желчевыводящих путей там вторично уже проявляются синдромы связанные с негативным влиянием на организм например холецистокардиальный синдром или артология и боли в суставах ну и еще ряд других нежелательных компонентов а если мы эту проблему не уберем то с возрастом повышается риск образования желчнокаменной болезни а желчнокаменная болезнь по статистике начиная с подростков у нашего населения порядка 15 процентов особенно на фоне ожирения избыточного массы тела антипаразитарный антипаразитарный из названий уже нам с вами понятно по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения профилактические антидельминтные курсы надо проводить два раза в год и риск заражения паразитами как пишут инфекционисты начинается с периода когда ребенок выходит за пределы кроватки то есть примерно с года поэтому препарат идет как монопрофилактика либо дополнение специфической терапии того же лимблиоза пистархоза которые у детей и подростков тоже не редкость и прочих инвазий это первое и второе мы с вами говорили о том что у детей с хронической патологией органов ЗКТ вторично часто развивается синдром избыточного бактериального роста в тонком кишечнике здесь тоже антипаразитарный пригодится как коррекция синдрома избыточного бактериального роста вот обращаю ваше внимание что если капсульный препарат уходит только в толстые кишечники там начинают работать то лизаты работают по всему пищеварительному конвейеру от желудка через тонкий кишечник и до толстого в чем их прелесть лизат кардия хороший фиторецепт но он важен и нужен не столько при инфаркте аритмии и ишемии а он важен для защиты миокарда сердечной мышцы когда когда развивается тяжелая токсическая форма гриппа либо остро-респираторной вирусной инфекции а это не редкость у детей то уже под маской течение гриппа либо возникает поражение миокарда которое потом проявляется на 2-3 недели когда острый период гриппа вроде бы закончился и в том числе наиболее часто инфекционно- воспалительное поражение миокарда развивается у детей в возрасте до 3 лет это с педиатрической литературы по этому направлению поэтому если у ребенка тяжелая форма гриппа простуды не надо ждать с первого дня 2 лучше 3 раза в день добавлять к специальной терапии детоксикации фитолизат кардио полезно не вредно и второй момент когда фитолизат кардио может быть полезен учитывая его фиторецепт это пубертатный период подростковый возраст когда ребенок быстро растет сердце сосуд еще не успевает адаптироваться к новым размерам скелета и мышечной массы поэтому он идет как фитокоррекция фитопрофилактика функциональных расстройств сердечно-сосудистой системы в этом возрасте 2-3 раза в день отлично работает особенно если ребенок плохо переносит физические нагрузки лизоатлор нужен тем у кого частые проблемы с горлом и с хроническим танзелитом этот спрей для полосертая горла хорошо работает местно на слизистой увеличивает секреты иммуноглобулина а иммуноглобулина это важнейший фактор местной защиты местного иммунитета поэтому и профилактика нисходящей инфекции и профилактика воспаления на миндалинах и даже на аденоидах 2-4 инсталляции в день по необходимости поскольку это спрей а не аэрозоль спрей имеет крупные частицы крупно дисперсные и они хорошо распыляются по полости рта и ротоглотке если бы давали аэрозоль мелкие частицы быстро влетают в трахео и бронхи а на эту зону действие минимальное мы говорили о том что буквально 30 числа недавно был международный день болевы с астмой и аллергией и проблемы простудных заболеваний вялотекущих трахиобронхитов реабилитация после пневмонии в том числе детская астма которая все-таки часто встречается потребовала разработки препарата который относится к группе препаратов бронхолегочного направления это фитализат бронха здесь прекрасный состав растений но я отмечаю андрографис метельчатый интересное растение оно входит в фитализат лор как сильный растительный антибиотик и также фитализат бронха содержит андрографис метельчатый что позволяет быстро убирать воспалительные явления и благодаря набору растений которые классно работают на бронхолегочной системе антимикробные противовоспалительные отхаркивающие иммуномодулирующие антитоксические хорошо работают для восстановления функций дыхания у детей имеющих клинику бронхита воспаление легких и тем более либо начинающиеся либо уже сформированные бронхиальные астмы если нет аллергии на эти растения но обычно эти растения не аллергенные гипоаллергенные тем более солодка она мягко поддерживает иммунитет учитывая опыт работы с педиатрами с родителями опыт применения препаратов в монокомпозиции например тот же отдельно фитализат шел либо отдельно тот же фитализат гаста либо антипаразитарный и так далее учитывая потребности наших потребителей покупателей и рекомендации педиатров мы пошли по новому направлению сформировали определенные программы ну например программа здоровый животик это когда нужно оптимизировать работу всего ЖКТ начиная с желудка через тонкие толсты кишечник убрать явление уже хронического процесса либо профилактировать развитие хронической патологии на фоне какого-то одного заболевания и программа имеет три этапа подготовительное очищение восстановление где как базовый препарат для поддержки микробиоты толстого кишечника иммунитета и так далее работает Ведобиотик а поэтапное назначение отдельно фитализат гастро причем дозировка есть на сайте и в инструкции с 3 до 5 лет с 5 до 12 с 12 лет второй этап на очищение мы даем фитализат детокс и фитализат бэби на этапе завершения поэтому получается такая системная работа которая за 3-4 недели позволяет привести в порядок состояние и функции желудочно-кишечного тракта и раз в полгода проводить профилактические курсы чтобы ребенок к 11 классу вспомните первую диаграмму пришел со здоровым пищеварением а не с хронической патологией антипаразитарной которая тоже показала себя хорошо особенно в период с мая до конца сентября мы же работаем по всей России это тоже трехэтапная программа от 7 до 10 дней в среднем 7 дней где на первом этапе работает ведобиотики на втором и третьем тоже ведобиотики как базовый препарат для микробиоты и поэтапно идет у нас фитализат гастро на первом этапе этап эрадикации это удаление устранение выведения эрадикации такой термин медицинский антипаразитарный вместе с ведобиотиком и завершение этапа восстановления закрепления результатов это фитализат baby тоже программа может проводиться как активная программа если имеется конкретная инфекция и было специальное лечение в той же инфекционной больнице либо профилактически в начале весенне-летнего периода мая-июнь и в конце сентябра-октября в зависимости от региона эти программы доступны для заказа в разных ситуациях и в аптечной сети тоже это основное что можно было и нужно было сегодня нам с вами обсудить по важной теме которая недостаточно широко рассматривается и в медуниверситете и в общей литературе значение полезной микробиоты кишечника для полного здоровья ребенка начиная с грудного периода точнее с внутриутробного и необходимые программы необходимые препараты которые позволяют быстро хорошо убрать имеющиеся нарушения не только на уровне кишечника дисбактериоза и синдрома избыточного бактериального роста но и вторичные проявления нарушений здоровья ребенка напрямую как бы не связанные с кишечником это слабый иммунитет это нарушение метаболизма ожирение и углеводный обмен это возможно нарушение работы сердца сосудов при инфекциях и дискинезия желчевыводящих путей проблемы с печенью которые нарастают по мере того как накапливается опыт нездорового питания у детей я это вижу просто ежедневно когда проходишь у нас рядом гимназия с офисом когда проходишь в обеденное время дети из гимназии пробегая забегают в продуктовый магазин и когда я вижу как ребенок в 10-12 лет но даже тем более в 8 лет берет вот такую пачку чипсов и с удовольствием ее идет оминает я понимаю что программы с пищеварением или уже есть или точно будут потому что это не детское питание это вообще не питание ну мы рады всегда помочь если у вас появляются вопросы в отношении своих детей своих внуков родственников на сайте у нас сайт Ведобиотика есть отдельная форма задать опрос врачу вы пишите ваш вопрос мы подробно отвечаем но всегда прошу если задаете вопрос письменно пожалуйста указывайте возраст ребенка и желательно рост и вес но эти параметры родители знают и конечно если вам известен диагноз то лучше его переписать с медицинской карты чтобы было не просто у ребенка больной желудок а например у ребенка хронический гастрит и там параметры какая кислотность и прочее прочее так же как и желчный пузырь не просто загиб желчного пузыря а вот УЗИ какие-то результаты было зондирование были такие-то результаты была какая-то специальная терапия например инфекционные процессы связанные с кишечными инфекциями тоже точные диагнозы и проведенное лечение тогда мы более адекватно более точно и индивидуально окажем консультацию для вашего ребенка что пойдет вам на пользу ну и нам на радость спасибо за внимание желаю здоровья вам и вашим детям и внукам и правнукам а мы всегда готовы помочь в решении проблем а главное в их профилактике всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания